Всем привет! Сегодня рассмотрим совет Скотта Мэйерса, который заключается в следующем. Пишет он, предпочитайте удаленные функции с закрытым и неопределенным. Этот совет взят из книги «Эффективный и современный» C++ 42 рекомендации по использованию C++11 и C++14. Итак, что же он имеет в виду? Предпочитать удаленные функции с закрытым и неопределенным. Например, когда мы знаем, что есть классы, это хорошо, и что для классов могут генериться специальные функции. Специальные функции это такие, как конструктор, конструктор копирования, оператор присваивания. Они могут генериться в зависимости от кода, если в коде используется. Ну, к примеру, struct s, какая-то data. Вот, вот, вот. И давайте int x, int y. Вот, и если мы создаем объект вот этого типа s, раз, здесь конструктор по умолчанию, он будет сгенерирован. Дальше s равно, так, давайте два объекта создадим, s1 равно s, и дальше s1 равно s. Вот так вот. Все у нас в этом случае собирается, и в этом случае конструктор будет по умолчанию сгенерирован. Раз, дальше конструктор копирования будет сгенерирован. Два, дальше будет сгенерирован оператор присваивания. Вот. Соответственно, но если мы хотим запретить это все добро, то мы ранее указывали, вот, писали вот такую штуку. Мы эти функции выносили в специальную секцию, в private, то есть закрывали. Так, давайте я сейчас это вынесу. Вот, вот таким вот образом. Ну, мы получили, конечно же, еще ошибку на то, что конструктора по умолчанию нету. Но правило C++ следующее. Если есть хоть один конструктор, хотя бы один, значит конструктор по умолчанию не генерится. Сответственно, нам нужно было еще делать вот так вот. Вот, мы объявляли конструктор по умолчанию есть. Конструктор копирования запрещали. Соответственно, это добро нужно еще сделать для оператора присваивания. То есть, в этом случае нам еще нужно было там писать вот такую вот штуку. То есть, запрещать еще оператор присваивания. Вот, ну, это, это, это уже пережитки, опять-таки, прошлого. И этого всего делать нам уже не надо. Ну, как, не надо, надо, но не таким вот способом. Теперь мы можем явно указать, то есть убрать секцию private, к примеру. Так, так, убрали. Ну, тут, понятное дело, нету реализации. Дальше. И чтобы явно указать, что эти функции мы запрещаем, мы пишем delete. Вот. Мы написали вот так вот. И теперь здесь все четко видно. То есть, мы можем сразу же после конструктора, к примеру, в ваш файле, вот у нас есть один конструктор разрешен. И четко указать, что мы еще запрещаем, чтобы компилятор не генерил. Есть. Это одно. То есть, я думаю, вы поняли. То есть, лучше писать равно delete. Предпочитать. Ну, ну, эта возможность добавилась из заказа C++11. Но здесь, на самом деле, для классов, можно сказать, это дело вкуса. Либо написать delete, либо скрыть это в секции private. То есть, тут каких-то существенных отличий нет. Вот. Но, есть очень интересная такая особенность при работе с перегруженными функциями. И давайте посмотрим. Смотрите. В данном случае, к примеру, у нас есть некая функция f. И она принимает параметр типа int. И вот мы вызываем. Здесь мы, конечно, явно указываем. Мы используем литералы. Но вместо этих литералов могут быть просто перемены этих типов. И в данном случае, все у нас справедливо. Все нормально. Компилятор приводит каждый тип к int. То есть, каждый литерал, каждое значение к int. И вызывается. В данном случае, это поведение может быть некорректно. В этом случае, обрежется вот эта дробная часть. В этом случае, ну, кто его знает. Ну, по идее, единичка должна быть. То есть, в этом случае, ну, непосредственный ASCII код из, ну, этой буковки. То есть, здесь может быть неочевидность. И я же говорю неочевидность. Если это где-то будет вот так вот. Char sh равно. А даже не sh, а просто какая-то value. И тут она будет передана, как value. Вот. А тут много кода, который там не видно. Или еще что-нибудь. Вот. И здесь вот ошибочно программист передает. И может получать не те результаты. Вот. Вот, вот, вот. И как же избежать вот этих вот вещей? Что мы вспоминаем? Мы перед этим видели такое слово равно delete. Значит, мы делаем. То есть, по факту, можно грубо сказать, что там были вот такие перегрузки. Ну, на самом деле нет, но к примеру, да. Ну, смотрите. Нам нужно вызов этой функции только для целочисленного значения. Так, так. Для всех остальных типов мы запрещаем. Что мы делаем? Пишем delete. Delete. Для буллинга. Ну, потому что это разные типы. Char, bool. Delete. Вот. Флота здесь нету. Почему нету флота? Потому что, когда компилятор будет видеть вот такую вот запись, к примеру, это литерал или переменная этого типа, то ближайшим потенциальным кандидатом к приведению флота будет тип double. А double уже функция запрещена. Все. Больше оно переводить никуда не будет. Теперь смотрите. Давайте попробуем выполнить этот код. Мы видим три ошибки. Что написано? Используется как бы запрещенная функция. Мы добились то, чего мы хотели. Мы запретили передачу всех левых типов. Ну, стандартных. Я думаю, вы понимаете, что стандартных типов. Соответственно, будет работать только если будет вызов с правильным нужным типом. То есть, с нашим целочисленным типом. Вот. Все работает. Кроме всего прочего, если мы попытаемся передать сюда литерал или переменную с типом long или long long, то мы получим аналогичные ошибки. Для этого нам уже явно нужно будет делать что? Писать вот такие вот функции. Long. То есть, четко уже указывать правила. То есть, другой программист, когда получит эти ошибки, он такой поймет. Ага. Кто-то, разработчик этой функции, явно запретил использование вообще других типов. Соответственно, если ему вдруг нужны функции, которые принимают другие типы целочисленные, то он должен их явно определить и объявить. Вот. Объявить и определить. Вот. Ну, на этом все. Далее. У Скотта Мейерса идут еще шаблоны. И примеры по использованию вот этих удаленных функций в шаблонах. Но это я освещать не буду для простоты подачи. Ну и т.д. и т.п. Короче, что вы должны запомнить? Мы должны запомнить, вы должны запомнить, я должен запомнить, все должны запомнить. Предпочитайте удаленные функции закрытым функциям без определений. То есть, в данном случае, это примеры с классом. Вот. Удаленной функцией может быть любая функция, включая функции, которые не являются членами класса. То есть, вот, эти функции не являются членами класса, и их можно удалить. В классах же можно удалить конструкторы, копирование, операторы присваивания и т.д. и т.п. Вот. Соответственно, запомнили это. И, в принципе, все. Вот. Вот это очень хороший пример с перегрузками. Поэтому, подписываемся, жмем колокольчик, ставим лайки, комментируем, делимся этим видео с товарищами, со всеми во дворе, вот на улице. Вот. Ну и до новых встреч. Все. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока.